так девчонки девочки всем привет всем здравствуйте девчонки добро пожаловать на мой канал с вами виктория я из украины живу в германии девочки я живу дизельдорфе многие меня спрашивают в инстаграме еще девочки я в дизельдорфе живу конкретно вот так девочки сегодня мы с вами поговорим об трех парфюмах тома форда а конкретно о 3 вишень когда я вам принесла сюда 3 вишенки до чтобы чтобы мы с вами сравнили вот у меня вся коллекция этих вишень поэтому я думаю что такое интересно у меня есть свой фаворит в этих вишнях и общем короче поделюсь с вами да еще я взялась до себе тоже парфюм новинку tom ford ванила секс вот я ношу ее уже несколько дней давайте давайте начну с него до что я уже поносив несколько дней этот парфюм девочки и вот сегодня я в нем давайте вот так вот мы с вами по новим короче говоря а что хочу сказать что это офигенный такой молочный сливочный парфюм какой-то как йогурт как какие-то взбитые сливки ну очень очень красивый очень такой нежный очень мягкий очень такой как зефир даже какой-то зефирный он для меня сразу когда его наносишь такая немножко горечь миндаля даже такой какой-то я уже говорила как будто бы косточка персика вот что-то такое в общем то есть такие какие-то аккорды а потом вступает в силу цветы какие-то мне как будто бы жасмин то ли тубероза я не знаю но какие-то вот цветы белые цветы для меня здесь присутствует вкусная ваниль такая мягкая такая какая-то пудровая даже немножечко ваниль с цветами ну и конечно же в конце в базе это сандалы вот это вот эта вот сливочность я так думаю это из-за туберозы из-за миндаля и за ванили сандала вот это вот получается такой у нас сливочный парфюм да вот у него цвет такой пудровый такой очень нежный до пудровый и вот он на самом деле тоже такой немножко пудровой нюдовый прозрачный такой интимный очень красивый аромат очень интересный да то есть это не такая простая ваниль там которую мы все привыкли с вами в общем-то ваниль здесь очень интересно очень красиво сложено аромат очень стойкий то есть это ну вот я с утра сегодня наносила в девять часов я уходила из дома да сейчас вот уже у нас ну почти пять часов вечера то есть я его от себя слышу сейчас я обновила парфюм просто для того чтобы быть в этом облаке да в этом сливочном облаке но на самом деле парфюм очень красиво мне муж сделал комплимент что что вкусный парфюм говорит ты пользуешься такими вкусными ароматами знаете вот просто я иногда там какая-то ниша все такое да муж у меня не очень его есть свои любимчики он любит очень сильно люкс у меня и и всякую сладость вот он очень любит лиру от казамарати тоже а такого такие знаете булочные парфюмы вот я так поняла мужчина им очень нравится такие такая гурманика до съедобная прям вот короче кайф кайф они аромат девочки так дальше ну что давайте начнем давайте начнем нашу с вами историю из lost черри да это парфюм который самый первый вышел из коллекции всех вот этих вишенек да это у нас lost черри у меня это флаконе 50 миллилитров когда-то я покупала его еще за 160 евро что-то такое за 50 миллилитров сейчас этот аромат жутко подорожал да он уже по моему 280 или 260 стоит 50 к ну то есть вообще парфюмерия если вот я буду вспоминать 2018 год когда я приехала в германию и сейчас уже 24 то есть я уже здесь 6 лет вот как раз будет в начале мая 6 лет как я в германии то я хочу сказать что да ароматы очень подорожали прям ну процентов на 30-40 вот честное слово просто я вот сравнивать эту вишню которую я покупала сразу же как только она вышла это наверное в девятнадцатом или восемнадцатом году да уже не припомню в общем короче когда мы приехали в германию где-то тогда на рождество до восемнадцатый год это был конец восемнадцатого начало девятнадцатого вышла вот эта вишня и я помню что сразу же купила потому что ну мне показалось это таким вкусным таким красивым таким каким-то кальянным глинтвейна мне очень пахло понимаете специями ну то есть это для меня тогда было что-то новое в парфюмерии до сих пор он для меня звучит здесь вишня такая сколько бы там вот zara выпустила вишню да но я слушал эту вишню но нужно не то нет уже вот этой вот глубины которые есть у тома форда понимаете вот поэтому это аромат для меня такой как глинтвейн как такой компот из вишни очень много миндаля здесь очень много алкоголя я слышу нем ну то есть такая знаете очень сложная вишня не прямая вишня здесь вишня вот в начале она такая прям яркая это для меня здесь больше вишня такая сахарная в этом парфюме да вот вишневая косточка точно также здесь очень четко выражена то есть это такой себе да как я уже сказала для меня глинтвейн ликер какой-то вот что-то такое вот в lost cherry да да очень красиво девочки такая прям вишня здесь яркая такая супер мега яркая да дальше давайте возьмем второй парфюм который появился у меня electric cherry да видите флакончики отличаются потому что electric cherry более такой красный цвет здесь такой бордовый да такой вот бордовый какой-то винный прям оттенок да здесь такой уже посветлее это вишня она очень отличается от вот этой вишни потому что вот эта вишня более густая здесь очень густая вишня здесь аромат просто невозможно разобрать на ноты да не нельзя просто сказать что ну вишня там все нет очень много всего как я уже сказала и специи вам тут и вишня вам тут и какое-то варенье и алкоголь и кальян в общем то все здесь понимаете и глинтвейн вот то здесь для меня вот очень четко вишня такая компотная уже разбавленной до больше помадная вишня такая девочки если вот вы помните в начале нулевых были такие помады моей мамы была эта помада короче эта помада пахла такой ну такой помадностью знаете только не той помадностью который сейчас а вот такой какой-то розой пахло косметикой вот чем-то таким компотная такая вишня то здесь как будто бы вишню взяли сварили с нее компот добавили много сахара и еще какой-то табак для меня здесь все ощущаю какой-то табак и для меня этот парфюм немножечко похож в старте с ароматом от киллиан rolling in love вот то есть вот это вот цветочность такая вишневость понимаете такая компотная вишня да то есть аромат попроще он попроще нежели ласт черри да это разбавленный такой больше но он мне нравится очень он такой легкий такой знаете не навязчивый на каждый день то есть и с утра я представляю его на женщинах и в обед и вечером то есть вот это для меня более такая история уже какая-то больше праздничная что ли ну какой-то повод хочется под какой-то повод ее надеть а вот это более такая на каждый день вот и берем вообще третью нашу вишенку девочки вот у нас вот такая вот через мог вот значит через мог сделаем опять же таки вот девочки значит цвет флакона чуть-чуть может быть светлее чем ласт черри точнее тем темнее ласт черри имею ввиду светлее немножечко то есть здесь еще более такой темнее флакончик в общем-то похоже они все три видите вот похоже как бы вот но это еще чуть-чуть потемнее да значит чем отличается эта версия эта версия мне кажется это самая такая сильная самая густая самая такая тонная вишня здесь нежели вот этих вот двух вот здесь вишня уже такая с ноткой дыма очень ярко выражен дым но это видимо вот он называется смог череда такая копченая вишня и вот этот вот дым видимо она и дает нам вот эту нотку такую копчености девчата то есть здесь прям тут у нас был ликер глинтвейн тут у нас был компот а здесь у нас уже какой-то сироп и здесь тоже очень ярко выраженные специи кальян такой прям как будто бы ты заходишь какую-то кальяну кто ходит в кальян девчонки да то я думаю вы знаете вы поймете меня что имею ввиду я когда жила в омане там этих кальяна очень много и женщины этим увлекаются меня свекровь курит кальян сестры я часто с ними ходила я не курила кальян потому что меня от этого болит голова я не курю не употребляю алкоголь не курю кальян то есть это все не для меня в общем короче занимаюсь спортом я более такая за здоровый образ жизни вот я не пью никаких газированных вод соков там только воду простую зеленый чай в общем то у меня все сложно я даже кофе не пью очень редко иногда когда хочется но это очень редко на самом деле я зеленый чай а вот а еще лучше с мятой либо часть ромашка либо вообще горячую воду с лимоном вот то здесь девчонки пахнет вот такое чувство что ты заходишь где-нибудь на какой-нибудь восточный базар до где продают много много специй где много много лада на какого-то где много всяких бахуров вот этих какие-то сладости знаете такие арабские восточные сладости очень такие очень жирная вишня здесь до косточка здесь очень тоже ярко выражена такой кислый кислый вишни для меня вот это он среди вот этих трех самой самой кислой то есть вот это супер сладкий это такое что-то среднее между кисло-сладким а вот это прям для меня такое кисло копченое то есть вот этот аромат среди этих троих смог черри он для меня самый сладкий такой прям аж тянется понимаете а вот и много дыма на самом деле дыма каких-то деревяшек какой-то ут я в нем даже для себя открыли я не знаю девчата если здесь вот но я слышу ут вот кроме шуток мне пахнет удом еще в конце в базе такой конкретно выраженный ут в этом парфюме понимаете то есть три вишни они все три разные да можно было бы сказать там если у вас допустим если ластере не покупайте то-то или это или если у вас есть это не покупать этот я так не могу сказать потому что они для меня все три очень разные все три ну как бы короче три разных аромата да хоть все и три заявлены как тема вишни но но как я уже говорю вишни девочки очень разные какой мой самый любимый с этих троих это вообще мне так сложно сказать потому что ну я очень сильно любила lost cherry потом когда вышел electric cherry я прям влюбилась я кайфовала я получала комплименты я носила в украине на так вал потом мне внезапно сначала я вот эту историю вообще меня аж тошнило понимаете а потом как то вот по чуть-чуть по чуть-чуть и мне так начало нравится вот это вот вишня уже больше чем electric cherry даже понимаете то есть ну вот как то вот то ли вкусы меняются то ли у нас какое-то настроение такое знаете под там разные дни разное настроение голова какая-то чистая да я не знаю с чем это связано а вот но в общем то я вот думала думаю так какой какая же мне все-таки самая красивая вишня я не знаю не могу сказать вот ну как бы иногда мне кажется что все-таки lost cherry но и но потом как-то на следующий мне кажется нет все-таки смог черри понимаете то есть не могу сказать один день мне кажется нет вот это прям вау такая легкая вишня не навязчиво то есть девочки не знаю но может быть все-таки первая версия может быть все-таки самая красивая не знаю может быть для меня в общем то ну потому что все три девчата все три разные вот но это очень красивый аромат это tom ford стойкость смог черри просто какая-то ну это не смывается понимаете вообще все парфюмы мне кажется что с том что tom ford это такой там парфюмы очень стойкие прям не смываются потому что я недавно наносила ваниль фаталь для себя хотела попробовать вот аромат который они сейчас перевыпустили в новом флаконе ваниль фаталь то есть она такая же ли отличается это просто ну она мне так сверлила мозг что я я посломила эту руку и все равно я вот хожу и я вот слышу знаете вот так вот делаешь руку и все равно я слышу что мне пахнет этой ванилью такой резкой ядкой какой-то вообще а вот поэтому девчонки вот так вот сегодня вам рассказала об этих трех красавчиках от тома форда да и немножечко поносим уже тоже нашу ванилу секс тоже я вам рассказал я сейчас сижу и вот ну пахнет такой знаете еще каким-то даже карамелью вот какая-то как будто бы карамель конфетками вот этими и рисками ну а вот и такой аромат вкусный вот то есть это он не кричит там капец знаете далеко на всю комнату нет муж когда там подходит ко мне обнимает меня он вчера вот он мне говорит что как ты пахнет неужели ты пахнешь сладеньким потому что я как-то последнее время такое очень сладкое не ношу я как-то вот носила versace crystal noir носила киллиан носила вот эту смог черри очень залипла к ней вот electric черри носила что-то как-то знаете вот у меня рука тянется к тому форду в последнее время поэтому девчонки вот я вам все рассказала показала жду ваших комментариев пишите девочки кто уже тоже пробовал вот эту ваниль как вам это ваниль я уже смотрела некоторых девчонок в общем хотят эту ваниль только я не знаю за что ее хотят то ли за цену то ли что типа она правда такая невкусная но я не знаю это очень вкусно как это может быть невкусно но то вкусно просто я думаю что цена кусается очень сильно поэтому ну и я согласна что это очень дорого для аромата блин ароматы стали стоить как я не знаю как какие-то золотые кольца и браслеты и так далее понимаете но у нас всегда есть выбор покупатель не покупать ну как бы кто что может себе позволить можно купить на распив уже я смотрю уже начинают покупать и продавать тоже на распив знаете вот но мне кажется это такой парфюм он как как вторая кожа вот вы им пользуетесь и он прям вас пропитывает волосы начинают пахнуть кожа начинают пахнуть одежда у меня уже шарфы общем-то он такой очень быстро знаете впитывается и ты в него влюбляешься все больше и больше вот это вот фишка у тома форда по крайней мере со мной это так работает я не знаю девчонки с вами это тоже так работает или нет что вот я подхожу к аромату он может мне не понравится сначала типа так фу что-то такое потом второй раз а уже ничего третий раз уже вау а пятый раз это же боже что это за кайф понимаете вот уже все хочу не могу и прям налейте мне ведро вот честное слово вот так вот том форд ароматы со мной живут все девчонки мои хорошие всех вас люблю всех вас целую всем желаю приятного просмотра всем пока а